Какое-нибудь натуральное число выписали все его делители. И у каждого делителя посчитали, сколько у него делителей. Давайте скажем. Итак, сумма взята по всем делителям натурального числа. Такое, что надо в куб возвести количество делителей числа. Оказывается, это будет то же самое, что сложить вот эти вот числа и возвести квадрат. Придумал я эту задачу, любить. Ну, это, поверьте, не самое сложное из того, что он сделал. Это будет силы заключения из матери. Действительно, у нас очень серьезный план. Кстати, это серьезный ученый. Думал, это так же, какая-то задача. Ну, это у нас с вами, по-моему, теперь окажется, забавно. Сначала давайте просто посмотрим на конкретный пример. Давайте возьмем несколько чисел, у каждого из них выпишем все делители. После этого у каждого делителя выпишем, сколько у него делителей. Так, tau – это количество делителей. Тау от D – это количество делителей. Заметьте, и единица, и число D – это тоже делители, да? Количество делителей и числа D. Ну, поехали. Скажем, в качестве N мы можем взять додельничество 10, 25, 26 и 30. Поехали. У числа 10 какие бывают делители? 1, 2, 5, 10. У числа 1 – 1. У числа 2. 2 делители – 1 и 2. У числа 5 – 2 делители. У числа 10 – 3, 4. Так вот, если возвести каждое число и сложить. То получится такой выражение. 1 плюс 8 плюс 8 плюс 64. Получится 81. А это то же самое, что 1 плюс 2 плюс 4 в квадрате. 1 плюс 2 плюс 4 – это 9. 9 в квадрате действительно на 81. Получилось. Для числа 25. Делитель 1, 5 и 25. Количество делителей – 1, 2, 3. Хорошо? 1 в квадрате плюс 2 в квадрате плюс 3 в квадрате. Это 1, 8 и 27. Это будет 36. А 36 – это по 1, 2 плюс 3 в квадрате. Берем еще 36. Делители – 1, 2, 12, 26. Количество делителей – 1, 2, 2, 4. Господа, эти можно не проверять, потому что это то же самое, что уже было написано на боку. Количество точно такое же – 1, 2, 2, 4. Хорошо? Число 30. Вот у него уже интереснее. Давайте посмотрим, какие у него действия. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Хорошо. Теперь здесь 1, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 8. Проверьте, пожалуйста, шмотлительности. 8, 9, 10, 15, 15. Так. 8 в квадрате. То же самое, что 2 в 9. Правильно? 8 – это 2 в квадрате. Это 2 в 9. 2 в 5 – это 512. 4 в кубе – это 4 в кубе. Это 4 в кубе – это 64. 64 – это отличное. Получится 64. 64 – это 1. 192. Полодцы. Ну, дальше вылезло. 2 в кубе – это 8. 3 раза. 24. Ну, и 1 в кубе. Складываем 4, 4 и 1. Это будет 9. 1, 2 и 1. 829. Слушайте, господа, я 829. Сам не встречал. Это какого числа квадрата? Так, любили решение, что надо сложить числа 8. 3 в 4 – это сколько? 8 и 3 в 4 – это 20. И 3 в 2 – это 20. 27. Вот если вы увидели, то это то же самое, что 27 в квадрате. вообще 3 в 6 степени – это действительно 129. Потому что 27 – это 3 в кубе, а 3 в 6 – это 129. В общем, господа, все 4 числа подтвердили действительно сумму кубов количества делителей или делительного числа. Сумму кубов количества делителей – это то же самое, что квадрат суммы кубов количества делителей. Вот теперь очень интересно, сумеете вы это доказать и вообще, в принципе, откуда вы это могли учиться? В общем, господа, вчера, какая забавная вещь произошла, вчера обсуждалась идея о санкциях на американские товары. Да, потому что вот наша страна, поскорбующее техническое оружие в Сирии вообще, а не китайцы, но нам не дают повоевать, то, значит, давайте мы запретим все американское. Ребята, на всякий случай, что произойдет в вашей понимании по вседневному метафору жизни, если реально запретить? Ну, не ищет. Телефонная связь. Интернет. Ну, такой щеленький. Телефонная связь. Половина вещей. Половина вещей. В Китае маленькая проблема, ребята. В Китае это очень связанная экономика. И если вы решите всерьез побугаться с США, то важно понимать, что в Китае огромное количество товаров производится по лицензиям. Ну и, соответственно, у вас все будет. Ребята, при попытке действительно выжгнуть эту безумную идею, вдруг окажется, что просто остановится буквально все. Кстати, это вовсе не означает, что наша страна совсем ничего не производит. Современно не абсолютно взаимосвязывается. Когда я сейчас снимаю вот это вот видео, я использую людей, которые сделали, а я даже не знаю, в какой стране. Я даже не знаю, а на самом деле. Вот у меня вчера была проблема. В компьютере сломался, не сломался, перестал вращаться вентилятор. Пошли, убили, развентили, поставили вентилятор. А я не знаю, в какой стране это дело. Но я точно знаю, что если этого вентилятора не будет, то компьютер работать прекратит. Ребята, то же самое, между прочим, менее веселее. Потому что, как сказать, я и без какой-то вопрос. Есть огромное количество лекарств, которые разработаны. Опять-таки, вы даже не задумываете людей. Но как только вы накладываете настоящую любовь, то вдруг обнаруживается, что у вас этого нет. Причем, видите, оно может быть удивительным образом в разных местах. Любая попытка закрыться от этого человечества приводит к одному результату. Это называется Северная Горица. Я очень хочу, когда я учился в университете, случайно получился у меня, что давайте поговорить о Северной Горице. Это было в 1590 году. Москвичи тогда считали, что у нас плохо, у нас тут в магазинах мало товаров. А он, делал нам задание, с абсолютно счастливыми, открытыми глазами, говорил, слушайте. У вас так много еды. Понятно, да? То есть для него сама... Он бы не считал какой еды. Для него мысль, что у вас в принципе еда есть, была совершенно удивительной. Ребята, вот это очень важно понимать, как только страна закрывается, как Корея. Кстати, в какой год закрывается? После того, как наша военная, когда была оккупированная территория, не допустила тех, кто проводил выборы президента в Южной Корее, не допустили в Северной. Так, год примерно какой? Примерно какой год? Это было вчера или год назад. Примерно 1950. Молодец. Это действительно середина двадцатого века. Вы, господа, середина двадцатого века прошло примерно 70 лет. То есть есть реальный эксперимент, когда люди не на словах, а на теле. Действительно, заэкранировались от мира. Только, ребята, этот эксперимент происходит все время одним и тем же образом. Они живут, живут, живут. В какой-то момент их президент и лидер наций взывает к Западу. Пожалуйста, мы обещаем вас в ближайшие полгода не помогите, но дайте нам немножко риса покушать. Хорошо отвечает Запад. Видим, что у вас действительно начался абсолютно голод. Дадим вам риса покушать. Присылается еда. Какое-то количество. Из разных стран. Собрали немножко еды. Едарная помощь. Покорнили. И опять. И опять давайте завоюем весь мир. И так далее, и так далее, и так далее. Ребята, пожалуйста, запомните простую вещь. Всегда важна эта из наших. Вот мой дед закончил войну. И так далее, и так далее. Ему сама мысль, что будем применять химическое оружие, сама мысль, что будем, так сказать, отгораживать со всего мира, и так далее, и так далее, и так далее. Честное слово, это казалось бы таким ужасным, таким абсолютно страшным вредным. Вообще-то во время Второй войны, когда Советский Союз и США большую часть времени были слили. Вообще-то с 41-45 год получили огромное количество еды и всего-всего. И вообще-то, когда в 90-е, в начале 90-х годов наша страна оказалась в тяжелом-тяжелом экономическом положении, вообще-то были как рычка пушек. То есть огромное полечие, всевозможные помощи, я очень хорошо помню, все это распределяли, и так далее, и так далее. И Российский Союз вообще-то спасался срок. Миллионер просто сдавал просто ученым, студентам, гранты. Небольшие, но огромных больших людей. И на тему, в принципе, вот эта вот такая человечная степень, или тогда чуть-чуть была страна, чуть-чуть стала лучше жить. В случае людей, настоящей архитектурной войны, у Америки есть простость нажать на нескольких кнопочек. Вот смотрите, представьте, если все эти наши воинские коммуникации спримут всерьез сейчас, а пока они считают, что это придут. Они, если не смотрят это серьезно, они думают, что Россия думает, что передумает. Ребята, если действительно они вдруг поймут, что это не придут одного депутата, а что всерьез, то есть простая команда. Заменить систему Windows на одну строчку в формате целую точку. Заменить систему Android на одну команду. Никто в России никому не звонит. Вдруг выясните, что полетели не персонально, а полетело все. Совсем все. Потому что вот вчера заблокировал телеграмму, и вдруг выяснилось, что в Сбербанке, оказывается, работники уже с собой общались при помощи этого самого телеграмма. Да так. Да так, надо общаться. И выяснилась простая вещь, что государственный крупнейший банк вынужден настраивать VPN настройки в обход государственного запрета, потому что иначе финансовая система работать не будет. Понимаете, да? А если запретить Windows, то вы вдруг обнаружите, что рекламный Собянин, который в метро висит. Какие наши великие успехи? Вопрос такой о Linux. Linux? До сих пор остается Linux. Он, конечно, остается. Он, конечно, остается. И еще раз, в Северной Корее никто не отменял. Ребята, никто не отменял. Жить можно. И очень учитель. Поэтому, когда вы осуществите на всех этих людей, которые призывают вас закрыться от всего мира, понимаете, когда они сказали, что есть сыр и масло, это, конечно, противно. Но, что называется, можно потерпеть. Когда они сейчас говорят не пользоваться лекарствами, надо еще помнить, что для себя они лекарства не пользуются. То есть для себя они ввезут все с запада. И не только запада, но и могут быть. Так вот, лекарства, молитвы, запретят для вас. Кстати, это совсем не шутка. Потому что, наверное, есть такие лекарства, которые жизненные болида. Например, есть такая болезнь, очень распространенная, называется сахарный диабет. Если при этой болезни человек употребляет именно, там, оптерные вещества, или сублин, то он может жить очень много лет. Вот у меня, например, есть лишь отмечение знакомых, которые, вот просто вот с самого начала жизни, ну, видишь, что называется, лучше жить все время. Делать жизнь в холодильнике и еще в холодильнике. Но долго будет жить при условии, что есть это лекарство. Если его перевести на некачественные лекарства, ну, это то же самое, что с обычным человеком. У него нет вот этих левых каналов поставок. Какой-то, да? Вот. А для него это просто образ жизни и смерти. Потому что он ниоткуда не найдет. Если действительно будет запрещен у вас лекарства, ну, и другие должны быть. На самом деле много есть. Медицин это очень хитрый наук. Есть много, казалось бы, молочей, казалось бы, там, ничтожная какая-то пеленочка, а вот без нее нельзя. А вот без нее врачи ничего не убьют. Так, ладно. Если взять число, выписать у него все делители, а у каждого делителя посчитать, сколько у него делителей, возвести каждый раз и куб сложить, то это будет то же самое, что если сложить количество делителей и ввести в парад. я проиллюстрирую на четырех числах примерах, все время включу. Как доказывать, надо было не так рисовать вот эти четыре. Смотрите, доказывается, когда 25, то все хорошо. Это степень простого числа 5. Надо это делать. И у числа 25 числа, это что? 1,2, правильно? Да. А если будет не 25, а 625, то число будет 1,2,4,5. Да, все правильно. Курт числа 625, 5,9. Это 5 в нулевой степени, 5 в первой, это 2, 3, 4, 4. 5, 6, 5, 9. Замечание. А вот здесь для числа 10 конька должна быть быть более понятным. Господа, я не должен написать 1,2,5,10, а я должен буду рисовать как 1,2,5,10, вот они, 4 числа. 1,2,5,10. Между прочим, для числа 26 картинка, это называется решетка делителей. Выглядит абсолютно так же, числа чуть другие, но смысл такой же. 1,2,17,26. А вот для числа 30 решетка делителей уже трех нет. Выглядит для числа 30. Я сначала рисую ее для числа 15. 1,3,5,15. Каждое из этих чисел я сдвигаю, не забыв умножить на 2. Получаю числа 2,10,30, что тут у меня? 6, а тут 2. Вот. Получился проливбит. Поскольку я боюсь, что еще не в конце поняли, давайте я нарисую решетку делителей для числа 60. Для числа 60 это вот что такое. 60 делится на 1,2,4. Это степень угодья. 1,2,4. Еще есть простой множитель 3. Я его откладываю по другому праву. 3, соответственно, 6,12. И еще есть такой. 5. Совершенно верно. Я от каждого из этих чисел откладываю по другую сторону одной и той же цены. отрезок, каждый вид умножая на 1. Получается 5, 20, 30, 60, здесь 10, здесь 20. Господа, ровно так обстоит дело для любого натурального числа. Кстати, это называется основная теогема арифметики. Вот эта картинка, эта идея настолько важна, что просто ей присвоили такой звон время. Основная теорема арифметики. Другое правильное число. Разлагается в единственную область в этом день и в этом день. Теперь рассказываю, как я решу задачу. Я сначала решу задачу для степени простого числа. Вот, господа, представьте себе, что у меня есть какое-нибудь число. Например, степень тройки. Тогда решетный делитель будет очень простым. Вот, скажем, для числа 8 в статье. Это просто, конечно. Я должен, как положено, как каждое число узнать. Опять же, пришел узнать, сколько у него делителей. Так вот, у единицы один делитель. У тройки два, девятки три, четыре, числа восемьдесят один, пять и десять. И равенство превращается в очень простую штуку. Когда сумму чисел от одного до десяти, возводишь в квадратную, то это то же самое, что сумма купов этих чисел. Давайте сейчас сделаем следующее. Во-первых, я вам объясню, как, собственно, решать эту задачу, если верить в это равенство. После этого я это равенство докажу. Господа, оказывается, в чем история. Давайте зачеркнем эти числа и вместо них напишем, сколько делителей. Вот там, где было один, сколько делителей? Один. Один. Там, где два? Два. Там, где четыре? Три. Ребята, вдоль вот этого направления идут просто подряд все числа от одного до первого. Ну да. До какого пунктуального числа, в зависимости от того, сколько здесь чисел. Отлично. А у этих сколько делителей? Два. Два. Да? То есть, я знаю, что у нас здесь пять с черпуски, я вообще-то стерк. Надо написать два. Отлично. А у числа три сколько делителей? Тоже так. А вот сейчас наступает самый интересный момент. Знай, что у пятерки памяти, у четверки три и у тройки памяти, надо сказать, сколько делителей у числа 6. Сколько? Надо что? Перемножить. Это перемножить. Господа. Это важнейшая правильность. Вы берете делитель числа 60, то на самом деле вы должны взять одно из вот этих чисел, 1-2-4, одно из чисел 1-5 и одно из чисел 1-3. Мы не перемножим. Поэтому на место числа 60 надо написать... что надо написать? 12. Надо написать трижды 2-2. А на место числа 3 надо написать? 8. 8. А на место 15? 4. 4. 4. Ребята, на место 6? И что? А на место 6? 4. Произведение вот этих. 4. 6. 4. И на место 10? 4. И на место 20? Произведение чего? 3 и 2? 6. А на место 12? 6. А на место 12? 7. Ребята, то есть оказывается, что принцип очень простой. 4. Когда вы знаете, что 1 в кубе плюс 2 в кубе, это 1 плюс 2 в квадрате, это я написал вот по этой, там, где было раньше число 1. Когда вы знаете, что равенство вот такое, опять я скажу, 1 в кубе плюс 2 в кубе, это 1 плюс 2 в квадрате. И когда вы знаете, что равенство такое, 1 в кубе плюс 2 в кубе плюс 3 в кубе, это 1 плюс 2 плюс 3 в квадрате, то нужно сделать простую вещь. Нужно перемножить вот эти 3 выражения. Перемножить, полностью раскрыв сумку. И нужно перемножить вот эти выражения, то же самое, полностью раскрыв сумку. И получится, что сумку 1 в квадрате. То есть, вот эта вот задача, это просто... Вот я сейчас не пытаюсь написать формальное доказательство, боюсь, что от этого нефтом станет только хуже. Но, с другой стороны, может быть, кто-то, кто любит формальное обозначение, но это поймет, ему станет лучше. Итак, каким образом я могу расписать сумму, взятую по всем делителям числа D? А вот я помню. Я пишу вам сумма, взятая по всем делителям числа D. А здесь идет произведение, взятое по всем простым числам. Дальше будет некоторый ужас. Дальше будет некоторый ужас. А именно вот какой. Давайте я вот такой вот значок синтез МВ. Это будет наибольший показатель степени, в который число P входит в число D. А один, что там? Посмотрите, если скажем P равно 2, а D равно, скажем, числу 200. Что такое 200? 200 это 2 на 100, и то же самое 8 умножить на 25. Так вот 8 это 2 в кубе. Вот давайте говорить, что от числа 200 показатель степени равен 3. А если значок поставить в 5 кубе, то чему будет равен? В какой степени число 5 входит в число 200? В каком? В каком? В 1, 2. Поэтому это будет 3. Так, я понимаю, что это звучит, понимаете? Ну, осталось буквально чуть-чуть, поэтому я сейчас все-таки закончу. Так вот, когда здесь стоит самое произведение, то на самом деле это то же самое, что записать, что это произведение по всем разным числам, взятое от таких штук. Смысл такой, что в этом месте у вас идут все числа от единицы до максимальной степени. Плюс 1. Да? Поэтому давайте я все-таки здесь напишу так. Сумма, число k пробегает значение от единицы до этих самых указателя степени. Плюс 1. Да, сейчас будет кем-то ужас. Акс 10 написано h в кубе. Во. Я понимаю, что это честно понять, но, тем не менее, осталось чуть-чуть дотерпеть. Это, опять-таки, это произведение, когда p простоя, g дает никакое уражение. Та же самая сумма. 1 меньше, не равно k меньше, не равно. Вот. А здесь стоит k, и это возводится за квадрат. А вот эта, господа, не уверена, что стало понятнее. Поэтому давайте даю себе объяснение еще раз. Господа, о чем вы говорите? Что, на самом деле, задача, это о том, что, когда вы складываете сумму углов первых n правильных чисел, то это то же самое, что квадрат в сумме первых чисел. Но! Это нужно себе представить выполненным по каждой износимых. То есть, когда у вас есть число, когда у вас есть число, вы его разлагаете на простые множители, что вы его разлагаете на простые множители, вы где-то каждого из них пишете, и после этого все это перемножаете. Мне кажется, что понятнее всего, и дописнуть слева в картинке, то есть целью понятия. В общем, можете себе несколько примеров посмотреть, не знаю как. Давайте так, посчитаю, что общий случай более-менее стал понятным. И сейчас мы перейдем к, собственно, вот этой врайти. если мы берем 1 плюс 2 и так далее, плюс n и подводим в квадрат. К чему это то же самое, что сумму? Я знаю два доказательства. Одно доказательство. Одно доказательство. Это придут слева. 1 в квадрат плюс 2 в квадрат. И так далее. Плюс n в квадрат. Это 1, 2, плюс n в квадрат. Другое доказательство. При помощь картинки. Такая очень симпатичная, простая, очень-очень симпатичная картинка. При этом в том, что когда вы не узнаете, то у вас должно быть ощущение, что это уже не знаю. Ребята, надо прямо взять и рисовать слагаемое за слагаемую левую часть. Вот смотрите, что значит 1, то есть сколько у вас сюда? 1. Отлично. Это 1 клеточка. Я ее и помню. Пожалуйста, нарисуйте у себя на странице. Прямо подключите ваше внимание. 1 клеточку. Вы же сумеете, а вы трогаете? 2 клеточка. Хорошо. Теперь надо нарисовать 2 кубика. Мы сейчас должны здесь нарисовать квадрат размера 2 на 2. Вы согласны, что есть квадрат? И две его половинки. Правильно, что мы получили? 2 квадрата размером 2 на 2. Ой, это квадрат. Что он квадрат? Теперь вопрос. Нет ли у меня еще какой-нибудь кусочек цветного цвета? Есть. И я рисую сюда квадрат со стороной 3. Сюда я рисую квадрат со стороной 3. И сюда что? Еще один. Ребята, я нарисовал 3 квадрата со стороной 3. Вот мой интузиазм на самом деле на этом выпуске не закончился, потому что у меня надо здесь не буду рисовать 4 на 4. Вас у меня очень хорошо. Сейчас нарисовать вот здесь вот квадрат 4 на 4. Здесь нарисовать что? 4 на 4. Квадрат 4 на 4. А здесь у вас получится половинка квадрата. Прямоугольник 2 на 4. А дальше вы уже догадались. Сюда пойдет квадрат 4 на 4. А по вертикали будет половинка квадрата. Две половины дадут квадрат целый. Второй третий. 4 квадрата 4 на 4. А дальше вы пририсовываете квадрат размером 5 на 5. И здесь сколько там? Две половины. Две половины. Две половины. Две половины. Две половины. Еще один. Я один. Как еще раз. Две половины. А, у меня 5 слишком короткое. Оно не такое короткое. Два. Значит, здесь должно быть на три. Вот пять или вот так. Пять. Пять. Вот такое. И дальше у меня будет разрешено пять. В общем, ребята, собритесь на часах. Пожалуйста, вы справа нарисуйте достаточно большую процеду. И вы увидите, что каждый раз, ну, при нечетном заслужении. Потому что когда у вас добавляется n в квадрат, например, nn, где n нечетное, то никакой не резать не надо. А если n четное, то один из квадратов добавляем, приходится резать на две половинки. 6 на 6 написано. Что? 6 на 6 написано. По вкусу. Как вам это называется? Поняли вы или нет? Здесь же идея не в том, чтобы нарисовать 1 на 1000, а в том, чтобы понять идею. У каждого человека свое представление о том, что это всё равно. Я, по-моему, уже много раз рассказывал о истории. Был такой великий математик, как Федрегал. Когда он был школьником, то его заинтересовал вопрос. А вот если вы делите единицу на число, когда произойдет зацикл? Ну, нормальный школьник обычно делит единицу на тройку, получает 0,3,3,3,3,3. Ну, так сказать, потом он уже делит единицу на 7, получает период в длине 6. Вот. А вот Гаусс досчитал примерно на 1000. Понятно, да? В общем, у него не лотокулятор. То есть, он сидел и считал. Но он там был один, два, три. Думали, что звучит теорема А первообразного корня. В тот момент было непонятно, получится ли из него придурок, который сидит в уголке и делит числа, или же получится из него великий математик. Получился великий математик. И он действительно разобрался, не понял, с чем на самом деле это связано. Во многом это везение. Потому что вот так вот сложилась ситуация. Так, что называется, не могу сказать, какие люди. Ну, кроме везения, там человек. Потому что человек должен уметь, что называется, выставлять приоритеты, вовремя бросать интересные дела, наоборот, или какие-то важные. Понимаете, это дело такое, когда вы начинаете что-то делать, то совершенно непонятно, получится ли из этого как бы бред, или же наоборот, что-то такое великое, замечательное. Ну, собственно говоря, это и есть человеческая проблема, да? Кто-то сделал один выбор в жизни, кто-то другой, кто-то сумел, кто-то стал идиотом. Что-то называется, да? И заранее очень часто непонятно в вашем уровне на самом деле, чем это идет. У Влада, мы говорим о философии. Лучше делать так. Геометические доказательства я вам показываю. Правда. Правда. Будьте добры теперь, во-первых, переписать правую часть в более понятном виде. Кто знает, что такое 1, 2 и так далее, пусть так. Как это сделать покороче? Да. Абсолютно верно. Кстати, это тоже связано с картинкой, да? Надеюсь, все знают. Когда вы складываете числа от 1 до 1, то вы же можете так нарисовать. Вот это вот одна клеточка, вот это вот у вас 2 клетки, это 3 клетки, вот это вот 4 клетки, понимаете, да? И прорисовать к этому такую же картинку так. Тогда смотрите, что получается. Здесь 1, здесь 4, здесь 2, здесь 3, здесь 4 и здесь 1. И получается прямоугольник размером 4 на 5. Ну а в общем виде получается прямоугольник размером n на n плюс 1. Поскольку мы на самом деле сумму, иногда так говорят, складываем первое с последним, второе с последним, второе с последним. В общем, в любом случае мы правы. Это есть n умножить на n плюс 1, разделить на 2. И все это абсолютно. Вот теперь нужно эту форму уже без следить. Доказать при помощи метода пневматической индукции. Из чего состоит индукция? Из базы, давайте посмотрим в данном случае, что такое база. Давайте, я не говорю, что все из вас, природа, знают индукцию. Собственно, по-моему, что вы не обязаны. То давайте мы это аккуратно, аккуратно запишем. Для любого правила n выполнено такое равенство. 1 в кубе, 2 в кубе, минус n в кубе. Это есть n в квадрате, умножить на n плюс n в квадрате. Вот утверждение. Доказательство. Методом пневматической индукции. Эдукция будет 1 в квадрате умножить на 1 плюс 1 в квадрате. 1 в квадрате умножить на 1 плюс 1 в квадрате умножить на 1 плюс 1 в квадрате. Все, замечательно. Теперь переход. Пусть для некоторого n верно. Доказательство. Для n в квадрате умножить на 1 плюс 1 в квадрате. То есть, предполагая, что для какого числа n все все знаем, мы хотим доказать утверждение для числа n в квадрате. Поехали. Поехали. Итак, для некоторого конкретного числа n вот мы в такой раз. Тогда мы должны написать то же самое для n в квадрате. 1 в квадрате, плюс 2 в квадрате, плюс n в квадрате, плюс n в квадрате и еще n плюс 1 в квадрате. Вот, господа, смотрите, здесь совершенно замечательная идея. Мы считаем, что для n формул знаем. Значит, сумму вот этих вот чисел, все как последнее. Мы уже знаем вот по той форму n в квадрате умножить на n плюс 1 в квадрате и разделить на 4. Ну, а последнее слагаем. Теперь рисуем. Теперь выносим, естественно, на 1 четвертую. и выносим за скобку n плюс 1 в квадрате. Получаем следующее. n плюс 1 в квадрате делить на 4. А в скобке n в квадрате все, что осталось, это все, что осталось где-то в скобочке. n плюс 2 в квадрате не осталось. n плюс 2 сейчас квадрате 4 в квадрате. И так вот просто форму n плюс 2. n плюс 2. Для тех, кто не знает, сколько программ, так, практика такая, если взять квадрат со стороной n плюс 2, то внутри в нем есть квадрат со стороной n и каемка шведяй. Тогда, окрасно, смотрите, вот это вот каждый раз n в квадрате.